Начнем мы с чисто геометрического решения, хотя, как ни странно, придумать его тяжелее всего. Потому что и мое решение, и решение Савкина являются естественными. То есть, любой математик таким примерно образом начинает думать, когда ему дают эту задачу. Решение, которое придумали Лейбану Тиканшин, является, что называется, хитрым планиметическим решением. Когда нужно просто знать много простых задач по неравенству треугольника, и из них получается резютирующая конструкция. Так вот, начнем дальше с чисто геометрического решения. Мы можем посчитать периметры четырех треугольников. КНМ, КНМ, КНЛ, НМЛ. Всех четырех грани этого внутреннего цитаря. Понятно, что среди них есть наибольшая величина. Ну, может быть, несколько одинакового периметра. Но, в принципе, какой-то треугольник обладает тем свойством, что периметры остальных трех не больше, чем его периметра. Так? Так вот, давайте этот треугольник рассмотрим. Поскольку, неважно, как его что обозначать, давайте, например, считать, что периметр треугольника КЛМ больше или равен, чем периметр КНМ, чем периметр, что там еще бывает, НЛМ, да? Вот давайте, пусть он больше или равен каждого из них. То есть, ну, самый большой. Самый большой. И на плоскость треугольника КЛМ мы спроецируем всю картинку. Итак, решение начинается вот с чего. Проекция на плоскость. На какую плоскость? С наибольшей площадью треугольника. Ну, собственно говоря, я даже перерисовывать не обязан. Ребята, представьте себе, что вот... Нет, давайте перестану две буквы. Пусть вот это вот КЛМ – это наибольшая площадь. Понятно? Теперь я выдвигаю некоторый план работы, и мы с вами должны его сейчас будем реализовать. План состоит в следующем. Вообще-то, чтобы доказать вот это неравенство, мы должны оценить сумму длин ребер цитраэдра КЛМН через сумму длин ребер цитраэдра по цитра. Отлично. Значит, у нас должна появиться некоторая цепочка неравенств. Вот давайте я эту цепочку напишу. Цепочка начинается так. К, Л, М, Н. Отлично. Сумма длин всех ребер. Надо доказать, что это меньше или равно с каким-то пока непонятным коэффициентом КЛМН. Ребята, заметьте, пожалуйста, это понятная задача по планиметрию. Потому что мы уже имеем дело на плоскости с четырехугольником. Другое дело, что там возможны два варианта. Точка н могла спроецироваться внутрь треугольника, могла спроецироваться вне треугольника. Но в любом случае, это какая-то понятная задача по планиметрии. Отлично. После этого надо сказать, что это меньше или равно. Ну вот здесь проблема. У тетраэдра проекция бывает треугольник, бывает четырехугольник. Давайте я скажу следующее, что когда у меня есть тетраэдр, то у него есть такая штука, как периметр. При проекции получается или треугольник, или четырехугольник. И там у нас есть то, что называется граница. Правильно? Периметр. Вот давайте эту границу мы обозначим прямо русской буквы Г. Замечательно. И давайте, опять-таки, непонятно с каким-то коэффициентом, непонятно с каким-то коэффициентом вот эта самая причина Г. Очень хорошо. Длина либо треугольника, либо сумма старого четырехугольника. Хорошо. А теперь эту самую Г надо ограничить числом 3 четвертых суммы треугольника. А, Б, Ц, Д, Р. Итак, вы понимаете, я знаю, с чего начинать, я знаю, с чем закончить. В конце должно быть четыре третьих. Сейчас нужно понять, какие числа ставить вместо вопросительных знаков, и все получится. Согласны? Поняли идею? Поняли. Реально это три задачи. Прелесть в том, что это уже три задачи, ну, что называется, для седьмого, восьмого класса. Когда люди уже выучили простейшие вещи о треугольниках, знают, что не нравится треугольник. Больше ничего не надо. Почему эта задача давалась выпускному классу на Всесоюзной математической олимпиаде? Да потому что такой вот план придумать. Совсем не так просто. Потому что, когда у вас одна задача, это что-то маленькое, да? А когда нужно написать три таких задачи и еще произнести вот эту фразу, рассмотрим наибольший периметр, да, вот, или там рассмотрим грань в тетради, у которой наибольшая сумма ледосторон, это тяжело. Придумать такой план действительно тяжело. Но с другой стороны, после того, как он придуман, реализовать его, наоборот, совсем просто. Да. Мне кажется, что первое неизвестное, это три. Три? Неверно. Это слишком грубый оценок. Потому что каждый из них может быть равен ка-нем. Давайте я все-таки нарисую две картинки. Мы не будем никуда торопиться. И преспокойненько решим эту первую задачу. Пошли на чистую доску. И внутри точка N. Так, имеете в виду, кстати, это не в пространстве точки, это уже проекция. Лучше бы здесь какие-то штрихи писать, но я ленюсь. Давайте все-таки уже считаем, что он перечит к проекции. Так вот, о чем тогда разговор? Мы должны как-то оценить сумму длин всех вот этих отрезков через сумму длин этих трех отрезков. Это одна задача. Другая задача такая. Представьте себе, что у вас есть точка N вне треугольника. На самом деле, я не знаю где. Может быть, так вот. Может быть, еще как-нибудь. Например, точка N могла оказаться здесь внутри. В общем, вариантов много. И опять-таки, нужно оценить сумму длин всех отрезков через вот этот треугольник. Только, внимание, господа, мы помним, что из всех четырех треугольников, какие можно здесь назвать по этим треугольникам, треугольник КЛМ наибольшего периметра. Так, ну, эта задача, на самом деле, совсем простая. Решение изучит следующий вопрос. Смотрите. КН плюс НМ у нас меньше, чем КЛ плюс ЛМ. То есть меньше это равно, вы написали, это при проекте, в принципе, точно могли совпасть, чем КЛ плюс ЛМ. Это правда? Все знают такое свойство? Когда внутри выклоголого угольника содержится другой выклоголый угольник, то, помните такое? То периметра внутреннего меньше периметра нижнего. Хотя, между прочим, я мог бы сейчас на это и не ссылаться. Вот на этот факт я мог бы и не ссылаться. Почему? Потому что достаточно сюда приписать отрезок КМ, представьте себе, и во что у нас превратится это неравенство? В то, что периметр треугольника КМН не больше периметра треугольника КЛМ. А это мы знаем, правда? Вот. Таким образом, даже не обязательно говорить про то, что там выклоголый угольник, то есть и другого выклоголого угольника. Просто по условию задачи треугольника КЛМ, условия того, как мы стали ее решать, у нас меньше. Отлично. Отлично. Можно ли еще что-нибудь такого типа написать? Конечно, можно. Я написал для вот этого треугольника, КНМ, для вот этого треугольника я написал. Но точно так же я могу написать КН плюс НЛ и... Так, КН плюс НЛ и ЛН плюс... Плюс что? ЛН плюс... Н... М. Так, КН плюс НЛ это что такое? Не больше, чем КМ плюс МЛ. ЛН плюс НМ не больше чего? ЛК плюс КМ. Согласны? Согласны, не согласны? Взять. И что будет, когда мы сложим их все? С этой стороны будет удвоенная сумма отрезков КН, да? А с этой стороны будет что? Тоже удвоенная. Тоже удвоенная. На двойку делить умеем? Да. Отлично. Значит, получается, что КН... Что там еще? МН и ЛН меньше или равно, чем КЛ плюс ЛМ плюс МК. Ребята, все отрезки с участием точек Н в сумме дают не больше, чем отрезки с участием точек КМ и МН. И при этом, заметьте, пожалуйста, я вам еще раз, я говорю, я мог здесь не использовать выгодности. На самом деле, для этого чертежа все эти неравенства точно так же верны. Потому что можно... Когда такая картинка говорит про то, что один выплыл внутри другого, а когда не такая картинка, а та, то мы просто приписываем сюда еще по стороне и получается, что один треугольник не больше по периметру, чем другой. Так? Значит, в это неравенство поверили? И это же какой там коэффициент? Вместо вопросительного первого знака какой коэффициент? Один, два, два, а догадайтесь, что здесь будет? Три. А здесь подумайте. Три вторых. А здесь еще подумайте. Треугольник КЛМ лежит внутри проекции тетрайна. Вам нужно сравнить периметр треугольника КЛМ и периметр границы. Ребята, вы понятия не имеем, как он там лежит. И поэтому, когда у вас треугольник, вот этот треугольник КЛМ, расположен вот где-то тут в загончике, все, что мы можем сказать, что его периметр не больше, чем периметр в загонке. Мы обязаны вместо вопросительного знака стоять. И это неравенство. Очевидно. Все замечательно. И теперь великий вопрос. Почему верно в это? Почему верно? Это неравенство. Тут, наверное, я бы все-таки тоже нарисовал две картинки. Почему? Потому что проекция тетрайна бывает треугольник, а бывает четыреугольник. И все-таки лучше, если мы с вами реально нарисуем две картинки и каждый раз напишем, что это за неравенство. Итак, картинка номер один. Вдруг тетрайна А, Б, Ц, Д спроецировался в треугольник. Такое бывает. Поехали. А, Б, Ц, Д уж какая-нибудь как это называется, я не знаю, просят доказать следующее, что удвоенное 2 умножить на А, Б плюс Б, Ц плюс Ц, А просят доказать, что это меньше или равно, чем четыре третьих четыре третьих от чего? От всех-всех-всех отрезков. А, Б А, Ц А, Д что там еще бывает? Б, Ц Да? Б, Д и Ц, Д Ну, господа, неравенство. Понятно, что сразу разумно поделить обе части на два. В таком случае здесь будет два. И разумно все умножить на три. Поехали. 3, А, Б плюс 3, Б, Ц плюс 3, Ц, А надо доказать, что меньше или равно, чем сумма всех А, Б, А, Ц, А, Д В, Ц Б, Д и Ц, Д Отлично. Только я везде забыл звуки написать. Ничего страшного. Везде я пишу звуки. Теперь упрощаем. Здесь вот А, Б, Ц, Ц, А я везде позачеркиваю. А, Б, Ц, Ц, А, да? И, соответственно, здесь везде позачеркивают руки. Получится, что нужно доказать, что периметр треугольника не больше, чем удвоенная сумма длин отрезков А, Д, В, Д и Ц, Д. А, Б, Д, А, Ц, А, да? Господа, в этот момент я замолкаю. Прошу вас это сделать. Это легкая задача по планометрию. Когда есть треугольник и точка внутри него, докажите, что периметр треугольника не больше, чем удвоенная сумма отрезков А, Д, В, Д, Ц, Д. Там даже меньше надо поставить, потому что, конечно, так, чтобы строго равно, на самом деле не бывает. Давайте я здесь даже меньше напишу. Потому что где-нибудь я должен объяснить, что будет строго неравенство. Переноси. Нет, не надо переносить, надо просто писать неравенство треугольника. Вы абсолютно правильно сказали. Какие именно? А, Д, В, А, Д, пишите, А, Д, Плюс, Д, В. На самом деле, строго говоря, больше или равно, причем равно, если точка Д лежит на стороне А, В. Так что напишите здесь, больше или равно. Вот. Еще поехали. А, Д, Плюс, Д, Ц. Больше или равно чего? Да. И, наконец, если сложить и заметить, что точка Д не может одновременно быть на всех трех сторонах треугольника, то мы получаем неравенство. Так, слушайте, давайте вы доделаете задачу. Смотрите, первый случай я разобрал. Что теперь нужно? Нужно на чистом месте нарисовать картинку, когда четырехугольник, а не... на чистом, еще левее. Да-да. Еще левее. Еще левее и выше. Нарисовать, когда тетраэдр спроецировался в четырехугольник. Такое вообще бывает? Что? Да. Да. Отлично. Но он не обязательно такой вот, что называется, правильный весть. Это не обязательно ромб. Да. Давайте. А, Б, С, Д. Вот. У нас четырехугольник, да. И, собственно, неравенство нужно доказывать то самое. Смотрите, какое? То, что А, Б, С, Плюс, С, Д. Пишите. Два умножить на А, Б, Плюс, Б, С, Плюс, там, Чуть, С, Д, Плюс, Д, А, да. Надо доказать, что меньше, чем четыре третьих от суммы всех. То есть надо написать то, что вы написали, и еще две диагонали. Прямо так и пишите. А, Б, Плюс, Б, С. Плюс, С, Д. Отлично. Ну, как это ли? Опять давайте на два делим. Да, двойку стирайте, вместо четверки пишите двойку, да. Так. И там двойку совсем стирайте. И теперь на три все умножайте. Так что, да. Три, А, Б, да. Работаем, работаем. Три, А, Б, Плюс. Не совсем. А вот не совсем. Два, А, Б, Плюс, Два, Б, С. Пишите. Да. Отлично. И что теперь делать? Сокращать. Да. И что останется? Слева, А, Б, П, С, Д, И, К, Р. Да. Пишите, пишите. Что вам нужно доказать? Периметр выпуклого четырехугольника меньше, чем удвоенная сумма длин диагональ. Да. Это правда. Это правда. Это абсолютно правда. Надо это доказать. То есть, чините дагональ, как О. Потом, соответственно, ДО. Так все понимают? Четырехугольник состоит из четырех треугольников с вершины О. А, У, Б, Б, С, С, О, Д и Д, О, А. Пишите, пишите. Два неравенства уже написали. Вам осталось написать всего два. А, У плюс, У, Б больше, чем А, Б. Да, да. Хорошо, хорошо. Складываем все эти неравенства и получаем нашу использование.